Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами я, Ларина Сукуева. В эфире новый выпуск программы «Якутия. 20 лет в 21 веке». Мы продолжаем анализировать итоги первого 20-летия 21 века и обсуждать с нашими гостями, как изменилась Якутия и какой она вступила в новое десятилетие. Сегодня герой нашей программы – отличник разведки, недр и заслуженный работник народного хозяйства Якутии Василий Курнев. Василий Тарасович, здравствуйте! Здравствуйте! Человек труда, человек промышленности – это образ, который всегда олицетворял силы духа и торжество воли с учетом развития новых технологий и машиностроения. Как изменился этот образ в 21 веке? Сегодня люди по-прежнему остаются главным ресурсом в промышленном производстве. Ну, конечно, там, это же… Ну, в основном, как говорят, кадры решают все, так же, да? Все зависит от специалистов в основном. Хотя эта техника идет вперед, все, но все равно человек управляет всем этим хозяйством. Тем более, в таком деле, как добыча полезных ископаемых, это же все равно, это человек же должен это все сообразить, там, откуда брать, чего брать. И, при этом, разведка сама тоже, то же самое, да? Так что я вот работал, ну, сколько-то, я 34 года отработал в Алросе. Ну, раньше было ПНО «Якут Алмаз», потом вот Алросы преобразовались. Естественно, да, я очень много… Мне очень повезло, что я работал с теми старыми кадрами, которые обосновали даже свою… Это ПНО «Якут Алмаз», которые руководителями были. И потом я еще вот с молодым пополнением, ну, с молодыми управленцами тоже успел поработать. К 2020 году Якутия вошла в десятку лучших регионов по уровню промышленного производства, установив новые мировые рекорды в ряде отраслей и суммарно обеспечив почти 20% валового оригинального продукта всего Дальнего Востока. Вы, как сказали, уже много работали в промышленном секторе и видели, как из года в год меняется эта сфера. Вот как Вы считаете, какие главные изменения произошли в промышленном секторе и за счет чего нам удалось достичь таких высоких результатов? Скорее всего, в алмазной промышленности, наверное, это вот открытие новых трубок, ну, если последние 20 лет брать, да? Это на Кынское рудное поле, это когда Нюрбинская, Ватобинская трубка, Майская трубка, вот эти очень богатые месторождения. И потом переход на подземную разработку месторождения. Это интер, удачный. Сейчас ведутся такие проектные разработки, сама природа нам дала, надо его продолжить. Добыча алмазов, это, мы знаем, всегда сложный технологический процесс, состоящий из множества этапов, геологоразведки, строительства инфраструктуры и безопасной добычи самых минералов. Ведь кемберлитовые трубки, мы знаем, часто находятся вблизи городов. Вот как за 20 лет изменились технологии добычи алмазов? Давайте начнем с горных работ, да? Раньше, знаете, вот когда карьер приходит, это все опутано было вот электролиния. Все экскаваторы, буровые станки, все было электрические были. А сейчас все это дизельные экскаваторы, дизельные буровые станки, которые, и очень много погрузчиков всяких, всяких модификаций. И, естественно, это, ну, на... более маневренная стала работа горняка. Это можно быстро передвигаться, быстро перегонять технику. А вот в обогащении, да, очень сильно поменялось. В основном сейчас перешли на террелосредное обогащение, где практически 99% достигает, ну, извлечения полезного, ну, алмазов, будем говорить, да? И потом я вот, когда в Нюрбе работал, мы внедряли экологически более безопасное, наверное, да? Это складирование хвостовых материалов, ну, которые мы отрабатываем, потом пульпад остается. И вот сейчас начали вот в сухом виде его обогащить, ну, в смысле складировать. Раньше мы просто выливали его на, ну, ну, специально сделанные дамбы, ну, в смысле хвостохранилище и туда. Но она была довольно-таки опасная. А сейчас вот сухое складирование, как бы там выжима, ну, определенная там технология, куда вот эта пульпа поступает, потом выжимается, и потом по конвейерам идет уже на погрузку. Естественно, вот это. Но человек остается человеком, все равно очень люди остаются. Но стало удобнее работать. Технологии, эти же. И сейчас требование стало к работе уже более высокое, потому что техника-то все равно улучшается, но этим же надо управлять, все равно. Тем более дистанционный же даже сейчас держит так. Допустим, он наверху сидит, в операторской, так, и оттуда руководит этим погрузчиком или самосвалами. Ну, в таком виде даже есть. На якутские алмазы всегда был и есть спрос и в России, и за рубежом. Я знаю, например, что в прошлом году в Женеве один из уникальных якутских алмазов был продан за 27 миллионов долларов. Вот как вы думаете, почему наши алмазы вызывают такой спрос и почему у него такая популярность? Не, ну, если мы 25% добываем всех алмазов, да, ну, естественно, будет просто, если четверть-то, они всегда будут ходить. Я вот как-то курсы проходил в Антверпене. У нас там было, ну, оценщик бриллиантов. Ну, мы нас время от времени обучали, вот это, то оценщиком алмазов, то бриллиантов, ну, там ездили. Ну, это чисто для Грагозора, наверное, ну, маленько отдохнуть тоже, посмотреть надо. Ну, там действительно, да, вот на якутские алмазы очень, спрос очень хороший был. Ну, это радует. Да. Вы упомянули, что работали в Нюрбинском, да, предприятии, а именно там, я знаю, впервые стали применять вахтовый метод. А почему этот метод намного удобен? Удобен ли вообще? Ну, конечно, удобно, потому что, понимаете, вот если, вот, каждое место рождения все нужно, не бездонная бочка, она имеет способность заканчивать, вырабатывать, вырабатывать, а города потом куда девать-то? Да. Лучше поступать же, а раньше у иностранцев же все, они раньше, знаете, начали же этим вахтовым методом работать. Приехали, отработали, уехали, все. Никаких больших проблем нет. Ну, и для людей тоже хорошо, наверное, да, они, вот, в таких городах, как, вот, допустим, удачнее ехал, там довольно-таки климатические условия очень сложные, да, и, ну, на севере тем более, да, на Барском улосе. Ну, лучше, чтобы отсюда приехал, две недели поработал, выехал, потом опять заехал, ну, это же, для человека это намного лучше. И потом, вот, мне очень нравилось, это ребята, когда сельские ребята наши работали, да, для них это уже великолепно, две недели там отработали, две недели он дома, по хозяйству поработать, так-то. Вот, кстати говоря, про наших, да, ребят, вот уже несколько лет в республике успешно реализуется проект «Местные кадры в промышленности», и за это время десятки тысяч якутян получило трудоустройство. Вот, как вы считаете, такие меры позволяют решить вопрос дефицита кадров, и почему очень важно работать с местными кадрами? Нет, с местными кадрами, ну, не будешь же гнать вахту с Украины или с Белоруссии, так же, да? Лучше же тут на месте взять. Проще. Да, впрочем, это привезли, и потом это все равно же каждый руководитель, он все равно сейчас, ну, в настоящее время все считают затраты-то, тем более, когда акционерная компания стала, так, мы же должны это меньшими потерями делать, поэтому на местных кадрах и остановились. Ну, естественно, это для тех, для местных ребят это же тоже очень большое, это, ну, заработать там, выучиться, научиться там каким-то этим, ну, специалистам. Это крупной компанией. Крупной компанией, это престижно, конечно. Это престижно, конечно. Это престижно, конечно. Вот поговорили, да, о молодых кадрах. Значит ли это, что существует преемственность промышленных профессий? Престижно, конечно, есть, конечно, да. Многие даже, вот это, у меня тоже друзья работали, сейчас сыновья работают, даже есть внуки у кого-то работают уже, так. Это довольно-таки неплохо. И потом, я считаю, дети, которые родились вот именно вот рядом с этими, да, ну, на месторождении будем говорить, да, которые с детства начинают смотреть это все, да, там у них игры были такие, что кто-то эскалаторчик, кто-то там, бульдезерист, кто-то это. Они уже с детства уже, ну, как говорят, с молоком матери уже, практически, ну, готовые специалисты выходят. Сын у меня сейчас работает в институте Якутни-Правмаз, главный инженер проектов. Ну, как бы у нас начинает формироваться как бы династия своя, да, еще у меня три, четыре внука, из них три пацана. Я думаю, один из них обязательно должен быть горняком. Постараемся, крайне в случае, ну, геолог или горняк, это, ну, обязательно надо продолжить. И еще, Василий Тарасович, скажите, пожалуйста, как изменилась подготовка кадров? Подготовка кадров, да, вот сейчас, да, действительно, кадры очень-очень высокого уровня, конечно, да. Это раньше, вот, ну, хотя, конечно, те были специалисты хорошие, да. А сейчас вот постоянно у нас ведется подготовка, ну, занимается. У нас здесь специальный есть центр подготовки кадров, Волросов, это есть, да. Ну, и постоянно, постоянно, постоянно ведется переподготовка кадров, постоянно ведется обучение по охране труда, да. Это мы, я вот до 60 лет работал, 60 лет постоянно, ну, до 60 лет я сдавал экзамены, ходил, так это, ну, раз в год обязательно это было. И потом молодые специалисты, когда приходят, держат уже, мы все равно обычно пропускаем через практику их, так. Есть преимущество наше, да, мы здесь проходим мерзлотоведение. Ага. Мы тоже работаем, даже стойчивость бортов, стойчивость. Это, конечно, очень-очень даже прилично, это вот. Василий Тарасович, в конце нашей программы каждому гостю мы задаем три специальных вопроса. Итак, главная черта характера настоящего якутянина. Это, наверное, ну, упертость, наверное, да, такая характера, ну, в основном вот это, вот это у нас, нас отличает, как она еще назвать это. Настойчивость, наверное. Настойчивость, да, но скорее всего настойчивость. Чего нельзя никогда забывать в Якутии? О чем? В Якутии нельзя забывать, что будет холодно здесь, когда-нибудь все равно эта зима заступит. И последний вопрос. Если вы проснетесь в Якутии через 20 лет, что вы увидите за окном? Я сравниваю, да, я в 84-м году заканчивал Якутийский госуниверситет, да, то, что было тогда и сейчас, да, это 30 с лишним лет прошло, абсолютно разное. Этот город такой уже прекрасный стал, да, но я думаю, еще лучше станет. Это же, тем более железная дорога придет, я думаю, мост построим, ну, должно быть все прекрасно. Спасибо, Василий Тарасович, за то, что поделили своим мнением о развитии нашей республики. Эфирное время программы Якутия 20 лет в 21 веке подошло к концу. Я, Ларина Сукуева, с вами прощаюсь. Увидимся в следующее воскресенье на канале НВК Саха. Субтитры создавал DimaTorzok